А я вам скажу, где Иисус. Несколько лет назад этого Иисуса маленького украли. Мы идем в сторону дома. И здесь никто не живет. Ну, привидение, если только. Всем привет, ребята. Я решила вам сегодня записать предрождественский блог. Так как я оказалась в центре с малышкой, и мы очень стали редко сюда выбираться, и я решила вам показать, как у нас немножко украсили все, и заодно записать вам небольшой влог, предрождественский, так скажем. Показать вам наши такие бельгийские украшения в центре нашего Хаслта. Такая вот красота у нас. Там вот центр, площадь наша. Ну, в общем, я обратно буду идти, я вам обязательно покажу. Ёлочки везде уже поставили. Напитки продают. Вот так у нас люди любят отдыхать, ставят столики, пьют шоты. Здесь у нас такая красивая церковь, католическая. В общем, мы сейчас направляемся за моими любимыми десертами, которые делают без сахара. Я их достаточно часто беру, когда хочу себя побаловать. Поэтому сейчас туда направляемся. Вот здесь вот поставили какую-то палатку тоже с алкогольными напитками. Люди согреваются. Таким вот образом. И сейчас мы дойдем до моего магазина. Я возьму вкусняшки и мы отправимся. Сейчас у нас примерно час дня. Мне нужно идти домой, скорой укладывать малышку спать, потому что она в обычное время ложится в 12 часов дня спать. Но сегодня, как мы приподнялись, я сегодня работала 3 часа. И мы, в общем, немножко сбили с графика один разочек. В общем, направляемся. Костас. Стивник. Мы уже на подходе. Бельгийские вафты готовят. Жарят. Вкусняшки, елочки у нас тут такие вот. Жденственские ангелочки и сядут. Мой любимый интимити. Обожаю этот магазин. В общем, мы заходим в такой вот отдел. И здесь есть разные орешки, разные сухофрукты. В общем, очень много-много-много всего вкусного. Очень много всего классного. И я, собственно говоря, здесь обычно беру вот такие диетические десертики. Сейчас зайдем. Вот такой вот магазинчик. Вот и все. Взяли мы. Взяли мы три вида вкусняшек. Потом я покажу вам. Две баночки миндаля и че. По субботам, конечно, в центре Хассел то всегда очень-очень много народу. А еще сейчас предрождественские дни. Конечно, все стараются скупить максимально много. И плюс еще везде начались зимние скидки у нас. Ну, в общем, crazy time. Здесь наша любимая Зара. Only. Направляемся к площади. И там поставили у нас снова декорации. Подходим на площадь. Вообще в Бельгии собаки очень-очень-очень сильно популяризированы. И многие даже покупают коляски для собак. По-первых, это, конечно, достаточно смешно выглядит. Но люди любят так заботиться о своих четвероногих друзьях. Здесь у нас поставили елку на площади. И, соответственно, здесь у нас статуя влюбленных. Для влюбленных парчиков. И вот здесь вот у нас такая вот прелесть, куда я привела свою маленькую принцессу. Посмотри, Сиена. По католическим обычаям ставят вот такие декорации. Но где же Иисус? Где Иисус? А я вам скажу, где Иисус. Несколько лет назад этого Иисуса маленького украли. И показывали это в случае в новостях. И, к сожалению, Иисуса нет. Люди ходят с коробками. У них бельгийские вафли. Они делают какую-то... Я не могу вам сказать точно. Продают они отель или бесплатно отдают за регистрацию. В общем, они подходят к людям и делают какую-то вот такую вот живую рекламу. Ну вот и все. Мы идем в сторону дома. Вот такие вот, да, тоже у нас бывают люди. Эмоциональные. Мы идем уже в сторону дома. И что я вам хочу сказать? Что я вам хочу сказать? Я вот уже оделась по-зимнему, но я сегодня работала 3 часа. Не накрашенная практически. Так, немножко подкрасилась. В общем, не удалось нам погулять с Сиеной. Подольше. У меня сегодня оказался рабочий день. И ничего страшного. В общем, сейчас я иду домой. Укладывать малышку спать. Так как ей надо уже твориться баньки. Сейчас я ее покормлю. И уложу баньки. Снега у нас нет, к сожалению. Будем искать снежные места в Бельгии. 31 числа. Там тоже вот девушка стоит. Приглашает людей на дегустацию в свой магазин. И я не стала останавливаться. Потому что мне некогда. Я бегу домой. Я даже покушать себя особо не взяла. Хотела в Макдональдс зайти. Стала от Сезарь взять. Но в итоге не зайду. В общем, зашла я в итоге в Карфур магазин. Взяла, похватала все, что мне необходимо. Это детские влажные салфетки закончились. То есть, конечно, Карфур достаточно дорогой. Считается магазин. Испара у нас тоже достаточно дорогой. Но когда что-то нужно такое штучное, приходится забегать и брать. И взяла я салат Сезарь. Увидела там. Ну и так. Сьешки йогурт. Редбульчик. Без сахара. Тоже, в общем-то, балуемся. Наш банк. Один из банков. Бельгия. В общем, направляемся домой. И дома уже покажу то, что мы купили. В принципе, такие маленькие покупочки. Просто хотелось вам немножко показать то, что у нас происходит. Цветочки продают. Незапланированный блог сегодня был. Но решила просто не теряться от вас. И снова появиться в кадре. Поэтому мы на связи. Мы здесь. Будем вам показывать какие-то моментики из нашей жизни. Будем стараться свою жизнь делать ярче и красочней. Рассказывать о своих переменах. В том числе, конечно же. Ну и, как говорится, вещать вам трансляции из Европы. Вот такие вот магазины открывают. Косметический или салон. Ну, вообще, я не знаю там что. Наша. Почти что на нашей улице. Здесь у нас очень красивая церковь. Я не помню, показывала я вам или нет. В общем, пока я иду, вам покажу. Все, что где иду. Не спрашивайте меня, зачем. Нужно вам поснимать материалы для влога. Но стараюсь, чтобы было интересно что-то вам показать. В общем. Здесь я вам уже показывала. Площадка детская. Вот у нас церковь возле дома. Осталось буквально 3 минутки до дома. Вот у нас осень. Осень. У нас не зима. Абсолютная осень. Туманная погода сегодня. Здесь я обязательно посмотрю в интернете. Вот это вообще дом священника. Здесь католическая церковь. Я подозреваю, что данный дом уже много лет закрыт. И здесь никто не живет. Ну, привидение, если только. А здесь церковь тоже пока не действующая. Вообще она была закрыта на реставрацию. Но сколько я здесь живу, два года уже. И когда я сюда еще приезжала, тоже все время она была закрыта. Жаль. Хочу в нее сходить обязательно как-нибудь. Вот и наша улица. Сейчас накормлю малую. Положу спать. Я буду сама немножко переводить дух. Отдыхать. В общем, на завершение влога покажу вам вот эти вот десерты, которые я купила без сахара. Вот так они выглядят. В них не добавляют в чистом виде сахар. То есть там используются подсластители из натуральных ягод, фруктов. Ну, в общем, вот так. Вот так вот это все выглядит. И можно это вкусняшки разделить на несколько дней. По чуть-чуть, когда хочется что-то вкусненького. Че взяла добавлять к завтраку. И я обожаю просто вот эти вот миндальные хлопья. Просто обожаю. И очень люблю брать мороженое в центре у нас, которое без сахара. Идет на развес. И именно вот с этими миндальными хлопьями я очень-очень люблю вот это вот мороженое. Прямо это для меня это самое вообще самое вкусное, что может быть. Ну, а сейчас я буду обедать. Я не завтракала. Я приготовила себе протеиновые панкейки уже разогрела. Уже готовые. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. А, не покажу. Упаковку выбросила. Вот такие вот протеиновые панкейки без сахара. Я добавляю стевию натуральный подсластитель. Немножко сливочного масла. И, собственно, десертик. И вот такой вот салат Цезарь за 5 евро. И вот эти, кстати, все десерты, три вида десертов. И чия, и вот эти миндальные хлопья. Мне все вышло на 25 евро с копейками. Не дешевое удовольствие, но того стоит. Ну что, у меня малышка уже спит. А я буду отдыхать. Всем желаю хороших выходных. Хороших будней. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Дальше будет еще интереснее. Всем пока-пока. С наступающим Рождеством и Новым Годом.